Выйдет, что я читаю то, что вижу, да. Года два-три вообще не смотрю телевизор. Не могу назвать название. Официальный и неофициальный российский источник. Вы понимаете, о ком я говорю. Отовсюду. Раньше не очень смотрела телевидение. Сейчас, потому что это профиль нашей комиссии, смотрю и телевидение различного характера. Конечно, стараюсь документироваться сначала, если это ресурсы, которые передают правдоподобную информацию. Или же это даже не пресса, только фейковые сайты или фейк-ньюс. Стараюсь документироваться. Можно назвать СМИ, которым вы доверяете? Будет трудно, потому что выйдет, что я читаю то, что вижу, да. Но есть различного характера СМИ. Иногда бывает так, что СМИ самому я не доверяю, но там есть журналисты, которые стараются делать все-таки честно свое дело. Интернет. Какие-то источники удивительные есть у вас? Я читаю абсолютно все, что вижу в интернете. Если я вижу, что там какая-то интересная информация, я могу ее дочитать до конца. А так я стараюсь прочитать название, посмотреть, что там титул, что там написано. Если я вижу, что это то, что мне интересно узнать, тогда я читаю. А так смотреть все, просто интернет завален. Которым вы доверяете? Я последние, наверное, года 2-3 вообще не смотрю телевизор. Есть телеграм-каналы разные. Я не могу назвать название, потому что как попадается новость, так я и просматриваю. Официальные источники, официальные источники МИДа России, МИДа Украины и Республики Молдова. То есть читайте разные источники, в том числе ваши источники, грубо говоря. Но в целом я лично читаю разные каналы в Телеграме. Это и украинские официальные позиции, и неофициальные, и в том числе российские. Официальные и неофициальные российские источники для того, чтобы иметь объективное понимание, что там происходит. Из всех средств, из электронных, телевидения, читаю, сопоставляю. Вы можете назвать СМИ, которым вы доверяете? Ну, я не хотел бы сейчас называть, потому что, чтобы не делать рекламу, однозначно, я не доверяю холдингам. Вы понимаете, о ком я говорю. Спасибо.